Воскресная школа онлайна. В Милане в приходе святителя Амбросия Медиаланского каждое воскресенье на протяжении нескольких лет проводятся духовные беседы. Причем не только в храме, но и в интернете посредством скайпа. И если обычно на встречах обсуждаются вопросы духовной жизни, то перед проведением в эти дни амбросиевских чтений, посвященных юбилею Миланского Эдикта, темой номер один стал феномен императора Константина и христианизация римского общества. Подробности из Милана. В центре Милана, неподалеку от станции метро Сан-Бабило, стоит древняя церковь Сан-Вита Аль-Паскверола, бывший католический храм святого Вита. Уже много лет здесь действует православный приход святителя Амбросия Медиаланского. Его настоятель, архимандрит Амбросий Макар до назначения в Милан, был проректором Киевской духовной академии. Тогда его знали как отца Николая. Уже в Италии батюшка принял постриг с именем Амбросий, честь небесного покровителя Милана, и инициировал проведение амбросиевских чтений. Если ежегодно на форум съезжаются видные православные католические богословы со всей Европы, еженедельно отец Амбросий по воскресеньям собирают встречи для своих прихожан и всех желающих, причем не только в храме, но и посредством скайп в интернете. Да, давайте подсоединяйте всех желающих. Тема одной из последних встреч – Миланский эдикт и личность святого равнопосленного императора Константина. Феномен этого императора с исторической точки зрения в том, что он смог спасти Римскую империю от разрушительных процессов, обусловленных развращением языческого мира. С духовной же точки зрения христианизация Римской империи для правителя, который сам вырос в языческой среде – это подвиг. Константин видел, что подавляющее большинство язычников не преданы ни самому язычеству, ни государству. Наоборот, христиане преданы и ответственны во всем – от вопросов веры до служения на своих постах государству и обществу. Вы знаете, были вот такие примеры, когда были эпидемии, и выбрасывали язычники из своих городов заболевших. Христиане их подбирали, вылечивали их, и они возвращались домой здоровыми. Представляете, как они служили обществу? Я уже не говорю о многих других делах, которые они совершали честно, которые они совершали как преданные, подданные государству. После провозглашения Миланского эдикта христианство в Римской империи перестало быть гонимым. К христианской церкви возвращалось имущество. Но главным христиан была возможность более свободного исповедания Христа, а значит, более широкого служения обществу. Что же принесло христианство Римской империи? Ни много, ни мало утверждает отец Амросий. Будущее. Практически общества, христианизировавшись в Римской империи, стали непреодолимыми. Хотя в восточной части мусульманство, конечно, боролось с этой частью Неримской империи, но в любом случае Византийская империя стояла дольше других. Тысячи лет Византийской империи. Ни одна империя так долго не стояла. Мы не можем себе представить, какие изменения произошли во время христианизации Римской империи после Миланского эдикта, отмечает отец Амросий. Об изменении духовно-нравственной атмосферы в империи говорят и исследователи античного мира. Христианской закваской развивалась вся последующая европейская цивилизация, ее западная и восточная составляющая. И только сейчас на Западе секулярное общество, оставив Евангелие, клонится к своему духовно-нравственному упадку. Это заметно покровавым событиям XX века и ныне, когда под соусом уважения прав человека гуманизмом сеется развращенность, в некоторых своих проявлениях превзошедшая разврат в Римской империи времен упадка. Чтобы знать, как христианам вести себя в современном секулярном обществе, надо знать и то, как церковь жила во времена до и после принятия Миланского эдикта, тем временем воскресная школа закончилась далеко затемно. Ее слушателям, а это почти сотня человек онлайн, все понравилось, за исключением качества связи. Запись встречи всем желающим в итоге закачали. Тексты бесед можно найти и на сайте прихода святителя Амбросии Медиаландского в Милане. ortodossadefisambrogio.org Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Италия, Милан.